здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы с вами поговорим на финансовые темы звучит это конечно очень глобально потому что что с человеком не делай а он все равно пытается каким-то образом просчитать свою жизнь создать свой персональный финансовый график финансовый план естественно на это влияют все те процессы которые идут внутри стороны за ее пределами в общем без финансов мы никуда не денемся потому что это наши зарплаты это наши стипендии те студенты которые могут их получать это наши пенсии и все то что собственно говоря позволяет нам не ну скажем так оставаться на плаву самых разных сферах нашей жизни потому что деньги нужны и на проживание и на образование и на развлечения и вот немножечко о том как эти деньги как правильно ими распоряжаться как не попасться на всевозможные крючки финансовых мошенников нам сегодня расскажет заместитель директора звенигородского финансово-экономического колледжа филиала финансового университета при правительстве российской федерации татьяна александровна назина здравствуйте татьяна санна вот скажите но без денег же никуда конечно куда же мы без денег мы на не мы зарабатываем мы работаем мы все ради них получается нет вы знаете не ради них я думаю что должны должны быть мы жить не ради денег а деньги должны работать на нас пользовать их да работа на нас потому что конечно вот коммунизм вот эти замечательные фразы когда но они тогда не знали что будут на банковские карты по крайней мере живых денег люди не будут часто ощущать но деньги останутся не удастся так распределить вам хлеб вам хлеб вам хлеб то есть это сожалению никуда от нас не девается но финансовая грамотность населения вот очень приятно что вы как раз занимаетесь именно образование мы во второй части поговорим чем кого колледж выращивает почему потому что на мой взгляд два основных вопроса с которым население сталкивается постоянно и иногда что называется волосы дыбом встают это юридическое наше образование общее население которые при слове что-то случилось и нужен адвокат они начинают сходить с ума что это такое как это работает и финансовая грамотность потому что умение накопить деньги умение их вложить распорядиться заработать естественно и еще попытаться не отдать их в руки какому-нибудь мошеннику вот на сегодняшний день есть такое ощущение что примерно 50 процентов финансовой деятельности под глобально во всем мире это те или иные мошеннические схемы каких-то странах это на уровне государства даже иногда делается понятно что существует как говорят как говорили раньше мировая закулиса и собственно говоря персональные наши собственные мошенники которые работают с нами получается что финансовая схема очень неустойчиво в мире так да я согласна с вами вы знаете последние начиная с 2017 года правительством российской федерации принято постановление принята стратегия о финансовой грамотности обучение финансовой грамотности населения и за эти пять лет сделано достаточно много и сейчас уже 8 августа принято постановление правительства и сейчас проект находится на обсуждении именно продлина стратегия финансовой грамотности финансовой культуры для населения до 30 года то есть эта программа обсуждается а в чем заключается эта стратегия почему потому что каждый день мы слышим вроде как телефоны уже люди подключали а все равно вот буквально вчера даже мне дозванивается уже солидный банк и он думает почему то что я глупый они включают робота который вроде бы таким человеческим голосом говорит но если ты молчишь он ждет пока ты ответишь ну то есть такая потом нам представил еще один крупный банк способ они записали там несколько вариантов голосов и якобы работает схема такая чем дольше мы мошенника держим тем это правильно такая как бы ну а не так подумай вот где учатся то этому что-то я не вижу каких-то плакатов каких-то специализированных программ скорее нам предлагает реклама которая вышибает из нас деньги непонятно на что но знаете у нас получается что целое поколение осталось без финансово финансово неграмотными да то есть это люди старшего возраста это совет на 50 плюс да ну даже наверное больше потому что нас этому никто не учил не было уроку финансовой грамотности никто об этом не говорил мы переживали 90 наши родители очень много народу потеряла свои сбережения мы вкладывали ваучеры в акции и тоже опять прогорели и поэтому нас потерялась вот мы вера в день вера в деньги у нас ушла да поэтому мы большинство населения у нас финансово неграмотные и деньги на нас фактически не работают мы что заработали то и потратили и вот сейчас уже как раз введение вот этой вот стратегии финансовой грамотности с этого года во все образовательные стандарты федеральный государственный образовательный стандарт на всех уровнях образования введены уроки финансовой грамотности. И что это эти уроки включают в себя? Уроки включают в себя планирование бюджета, то есть это с 1 по 9 класс ребятам рассказывают, уже есть эти уроки с прошлого года, с этого года они включены в программу 10-11 классов. Планирование бюджета, инвестирование, финансовая грамотность, именно защита от мошенников, финансовая манхинация. Конечно, тема финансов, она такая, программа на 10, можно целый цикл начинать, но мы сегодня останавливаемся ими, именно отталкиваясь от финансовой безграмотности, в данном случае и о возможности уже финансовой грамотности, мы переходим вот в эту тему мошенничества, потому что понятно, что золотое имя Остапа Бендера с нами навсегда, и честные и не совсем честные способы, значит, изымания раньше денежных знаков и теперь финансовых, так сказать, прибыли вообще вплоть до криптовалют есть очень много. И вот тут возникает вопрос. Вот то, что вы говорите, принято постановление. Насколько сегодня государство и финансовые структуры государства сами в состоянии провести эти попытки, ну, параллельно обучая граждан? Ну, граждан обучаем, да, соответственно, всякие программы, очень много сейчас разработано программ именно обучения финансовых консультантов, именно по финансовой грамотности, чтобы обучались определенной категории граждан и несла финансовую грамотность и масса. То есть если вам позвонили, буквально рассматриваются схемы мошенничества или как? Вы знаете, схему мошенничества, конечно, мы не рассматриваем, но мы все знаем определенные правила, как нужно себя вести с мошенниками. И вот как вы сейчас говорите, что вам позвонили и сказали, что как можно дольше держать разговор и удерживать разговор с мошенниками, я считаю, что ни в коем случае это делать нельзя. Нужно как можно быстрее прекратить разговор. Вот давайте мы сейчас маленький такой урок финансовой грамотности возьмем самый такой, ну, наверное, наиболее распространенный, когда некие мошенники пытаются, чтобы вы перевели им деньги, ну, в общем, какие-то махинации с непосредственными картами. Причем удивляешься, что люди готовы и миллионы, миллионы отправлять, то есть все деньги, которые у них есть. Сейчас не только это, сейчас еще и кредиты берут и отправляют. Ну вот давайте, значит, какие виды сейчас мошенничеств самые популярные, и вот немножко по ним пройдемся. Ну, виды мошенничеств сейчас популярны, то, что вы сказали, вам позвонили, мошенники используют психологические методы запугивания, то есть представляются сотрудниками органов внутренних дел, органов среднего, и подполковник со мной говорил, да, периодически, да, и следственный комитет, представители Центробанка, и нас начинают запугивать, поскольку мы все в основном законопослушные граждане, у нас начинается первая реакция, это ступор, мы испугались, да, что такое, что с нами неправильно, может быть, кто-то из близких наш попал в какую-то ситуацию неприятную. И вот это первое, да, да, вы понимаете, да, и некоторые теряются, хотя вот предупреждают всех, либо прекратить разговор. И узнать сначала, что случилось. Да, что случилось. Либо, я говорю, если вы считаете, что я нарушил закон, вызывайте меня повесткой. Все правильно, конечно. Опять же. А он опять перезванивает и говорит, вы будете со мной разговаривать или нет? Да. Говорит, что вы не будешь с ним разговаривать, либо дайте свои данные. И если вы настолько переживаете, надо записать все данные сотрудника, который с вами общается, перезвонить в тот отдел, где он работает, и уточнить, работает на самом деле такой сотрудник или нет. И опять еще, это не факт, что вам звонил именно этот сотрудник. Но тут еще такой важный момент, что не секрет, многие люди все-таки начинают вестись на эту историю. Ведутся, очень много ведутся. Особенно люди... А что предлагают? Потому что я не доходил до того самого финального этапа, когда я что-то должен там снять и перевести. Вот этот вот условный майор. С вашей карты происходят мошеннические действия. Для того, чтобы мы сейчас ее заблокировали, вам придет смс на телефон. Продиктуйте, пожалуйста, смс. И, соответственно, человек, когда начинает переживать, он диктует пин-код, который у нас с обратной стороны карты находится, и то смс, которая пришла на телефон. Как правило, попадаются люди старшего поколения. И снимаются все деньги. Да, уходят все деньги. Поэтому рекомендую поставить антиспам. Не всегда работает, но обновляется еженедельно, очень много бесплатных программ. И, соответственно, очень хорошо идет, проходит звонок на телефон, пишут, вам звонят мошенники. Спам навязчивой рекламы. Да, да, да. То есть достаточно удобно. И что я рекомендую людям старшего поколения, я своих родителей так научила, незнакомые номера, не надо брать телефон. Кому надо, смс напишут, если знакомые. Ну, найдут вас, да. Найдут возможность связаться. Не надо вестись. Государственные органы, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники... Ну, в любых государственных службах, да. Государственных органов, служб, не звонят на Вайбер и не присылают свои удостоверения на WhatsApp. Ну, и как минимум они должны прийти или вызвать повестку, или прислать участкового. То есть миллион способов есть, чтобы достучаться с точки зрения государства. Итак, тема карт, тема вот этого пин-кода, безусловно, наверное, она популярна уже давно, и, к сожалению, она работает и будет работать, потому что тут, конечно, психологический такой аспект. Мне кажется, вот, что к финансовой нужен еще такой хороший психологический аспект обучать, чтобы человек был стоек, да. Потому что для кого-то тысяча рублей, да, огромные деньги, для кого-то 10 миллионов. Вот он сидит и ждет, доволен, спокойно, потом вдруг такая ситуация, и человек вдруг неожиданно верит во все, дает эти деньги. Вы говорили про кредиты. Что это за схема? Вот это сейчас новая схема, достаточно, тоже она в последнее время получила широкое распространение, к сожалению. Звонят также клиентам банка, представляются сотрудниками Центрального банка, либо берут кредитные истории и говорят о том, что на вас сейчас открывают кредит. Да, вот это. То есть это возможно, в принципе, да. Опять же, диктуют все паспортные данные, данные, соответственно, физического лица, и через какое-то время перезванивает уже сотрудник Центробанка, либо Следственного комитета, и говорят, что замешаны в этой схеме сотрудники банка, которые на вас сейчас оформляют кредиты, вы нам должны помочь, соответственно, опять же, ссылаясь на такие-то законодательные нормы. Пункт 2. Фактически угрожает человеку, что если вы сейчас откажетесь им помогать, то будет уголовное преследование. Опять же, шоковое состояние, психологическое воздействие на физическое лицо, и люди на самом деле приходят в банк, оформляют кредит, немаленький кредит, от миллиона и выше, потом снимают эти деньги тут же наличными и несут в другой банк на счет мошенников, которые они им указывают, полностью доверяя мошенникам, что они работают на следственные органы либо на органы ФСБ, не внимая вообще вопросам сотрудников банка, потому что сотрудники банка сейчас тоже смотрят, чтобы не был клиент под воздействием мошенников. И, собственно, вот так очень много сейчас таких схем. Ну и возникает такой вопрос, что, да, вот сейчас, не замешаны ли в этом, потому что это же целый процесс, то есть здесь должно быть участие как правоохранительных органов, частично, да, нечистых на руку людей, которые знают все какие-то аспекты, финансовых каких-то органов, или это какие-то третьи лица, которые... Нет, я думаю, что это третьи лица. Ну а насколько же тогда, они так, настолько подкованы, хорошо все знают? Ну, к сожалению, вот информация о нас сливается в сеть, да, то есть мы понимаем с вами, что мы фактически уже все прозрачно, да, захочешь, узнаешь. То есть на каждого можно найти свой способ воздействия? Я думаю, что да, я думаю, что да. Вчера беседовала с сотрудником банка, она мне помогала подготовиться к нашей передаче, она говорит, вот, говорит, недавно буквально спасли одну клиентку, которая взяла 2,5 миллиона кредита, находилась под воздействием мошенников, потому что они постоянно держат клиента на телефоне, они говорят, вас сейчас будут сотрудники банка уговаривать, предложат попить чай, успокоиться. То есть вы понимаете, что они все замешаны, вы нам должны помочь, вы должны снять эти деньги, тогда мы их поймаем с поличным. И, в общем-то, сотрудники банка только вот в момент, когда он уже эти деньги сняла, подошла управляющая, говорит, на что берет кредит. Она сама архитектор, художник, клиентка. Зима, она взяла кредит на ландшафтный дизайн. И, в общем, за ней бежали наши сотрудники, сотрудники банка, уговаривали ее. Она ни под какую не соглашалась, она им не верила, она считала, что они в этой схеме замешаны. И только когда сотрудники банка предложили вызвать полицию и разобраться во всем, вот тогда она немножко начала приходить в себя, и вот это психологическое воздействие прекратилось, она отключила телефон. Потом, через день она написала заявление в полицию, сходили в полицию, и ей удалось вернуть эти 2,5 миллиона. То есть она их не успела перечислить мошенникам. Ну вот здесь, на этой счастливой истории, в этом несчастливом вопросе. Мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Татьяна Александровна Аназина, заместитель директора Зенегородского финансово-экономического колледжа филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы говорим сегодня о финансовой безопасности, вот этих современных схемах мошенничества. Ну и частично мы узнаем, может быть, кто-то сейчас, бабушки, дедушки, или папа, мама смотрят нас и предложат своим внукам поучиться этому, стать профессионалом в этих вопросах. Это как бы для себя хорошо, да? Да. Так и для всех, в общем-то, граждан страны помогать, что называется. Небольшая пауза, и вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко, Татьяна Назина у нас в гостях, заместитель директора Зенегородского финансово-экономического колледжа и это филиал, в свою очередь, финансового университета при правительстве Российской Федерации. Все очень серьезно. Мы буквально через несколько минут поговорим, в общем-то, чему сегодня учат людей, которые пытаются получить финансовое образование непосредственно уже не в школе, а именно в колледже, а потом, может быть, пойдут дальше, в высшую школу, может быть, в правительстве будут работать, да? Наши выпускники. Ну, я вернусь еще к одной такой теме. Вот все те мошеннические схемы, кредиты, ну, все, что связано с деньгами, не говорит ли это о том, что сама наша банковская система и система, которая... Ну, есть у граждан некое недоверие к банкам. То есть, когда дозванивается, ну, уже и подполковник, видите, растут у них должности там, и говорит, что мы должны вывезти этот банк на чистую воду, люди с радостью соглашаются. Почему? Это неверие в банки или это еще пережитки советской системы, когда нам рассказывали, что вот во время царей банк, значит, буржуазия, там, душили народ и так далее. И от этого, кстати, многие люди до сих пор держат деньги, что называется, под подушкой. Вы знаете, я думаю, что, наверное, все-таки пережитки системы начала 90-х, когда становилась, когда образовывалась новая наша банковская система. Потому что в советские времена банковская система была достаточно закрыта и консервативна. И все знали, что если лежит, это на книжке. Да, да, покупали облигации, были книжки. И вот в 90-е годы у нас все это обесценилось. Формировалась новая банковская система, были скрыты для клиентов условия кредитования. Да, естественно, мы брали кредиты, мы не знали, под какие проценты, каким образом с нас банк будет это снимать. Очень много банков тогда заявляло достаточно большие проценты, серьезные, что вложить деньги получит там очень много. И в итоге клиент ничего не получал. Я думаю, что вот это недоверие как раз идет оттуда. А сейчас достаточно банковская система, я считаю, достаточно прозрачна. Мы свое общение с банком, в принципе, можем свести к нулю, поскольку у нас есть у всех мобильное приложение. И если мы правильно умеем им пользоваться, не просто снять деньги и оплатить телефон, то я думаю, что здесь проблем не будет. Мы можем инвестировать с помощью мобильного приложения. И сотрудники банка нам в этом здесь совершенно не нужны. Я так понимаю, что и как при общении, например, с мобильным приложением в правильном банке, есть некая многоступенчатость. Ты должен войти. То есть не просто ты на что-то нажал на кнопку, и деньги сразу же пошли. Тебя должны 33 раза переспросить. Этот ли, фамилия, имя, отчество. И тогда ты должен переспросить. Точно так, наверное, вообще в любых финансовых вопросах, даже вплоть до того, что в магазине, в любом продуктовом, сетевом, например, акция есть. Человек раз-раз купил по акции. Он должен взять чек и посмотреть, соответствует ли чек тому, что он предполагал глазами. И выяснится, что, ой, тут я забыла нажать. Ну, кассир, например. Ой, а эта акция отменяется. А это... А тут не килограмма, она на два. Да, 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 да. То есть, ведь действительно, 90-е годы, с другой стороны, нас всех научили, что прежде чем нажать на кнопку «пуск», 33 раза подумай, с собой ли парашют, может ли этот самолет летать, и куда ты вообще летишь. Вот в этом, наверное, нам и должны помочь те люди, которые воспитываются, сейчас уже, может быть, в новых, сказать, реалиях, это люди, которые должны разбираться не только в мошеннических схемах и спасать нас от этого, но и, собственно говоря, в тех схемах, которые должны помогать людям. То есть, правильно брать кредит, а правильно, вот до сих пор же, это парадокс, значит, вот такими буквами написано, 0,01% ипотека, название, значит, компании, и внизу вот такой текст, который при всем желании даже вот с лупой не прочтешь. А там написаны такие условия, что, может быть, ты не доживешь до того момента, когда всю жизнь будешь выплачивать. Да, и отстанешься без квартиры. А 0,01% условно говоря, там, на первый месяц. Вот, то есть, очень много даже не обмана, а такого заманушенного обмана. И очень важно, что должны быть люди, которые, их должно быть много, чтобы можно было проконсультироваться, чтобы люди сами по себе были грамотны, и чтобы профессия не только банкира, она же была когда-то популярна, сейчас вы правы, их становится меньше, потому что заменяют интернет. Меньше, да, да. Но из-за этого возникают все эти мошеннические схемы. Больше человек... А мошенническая схема – это всегда человеческий фактор. Конечно. Вот, поэтому, чему учат в колледже, и насколько сегодня успевают те предметы, которые там преподают, со теми событиями, которые происходят в финансовом мире? Завнигородский финансово-экономический колледж является филиалом федерального государственно-образовательного бюджетного учреждения финансового университета при правительстве Российской Федерации. Наш колледж существует с 1940 года. Воспитываем финансистов, да, то есть уже 83 года. Сейчас у нас две специальности, которые мы реализуем. Это экономика, бухгалтерский учет по отраслям и специальности финансов. Набираем ребят в основном после девятых классов. У нас в основном бюджетное обучение, 95 бюджетных мест, то есть у нас достаточно, да, хороший контингент учатся ребята, 3 года. Какие дисциплины мы изучаем? Начинаем, естественно, с экономики и финансов. Да, то есть мы учим основам, базовым принципам бухгалтерского учета, налогообложения, и дальше уже по ступеням поднимаемся выше и выше. Собственно, достаточно много наших студентов, которые реализуют себя. У нас очень хороший показатель трудоустройства. Насколько сегодня, вот вы же обучаете, наверняка у вас есть такие предметы, вот в этом хотя бы плане, население финансово грамотно, что налоги надо платить? Или все-таки еще тоже нужно подтянуть это направление? Вы знаете, население, я считаю, что сейчас уже достаточно грамотно, достаточно информационные технологии в этом работают, нам помогают. Я считаю, что все-таки в этом плане, что мы понимаем, что надо платить налоги с физических лиц, именно как физическим лицам. А вот налоги с юридических лиц, когда мы с вами работаем, и у нас есть работодатель, и вот именно уплата налога на доходы физических лиц и страховых взносов, вот это вот, с этим, конечно, стоит еще такой серьезный вопрос. Я думаю, что налоговый орган с этими борется. Потому что уход от серых зарплат, он до сих пор есть. Соответственно, не поступают страховые взносы в бюджет, да, у нас не пополняется бюджет. И, соответственно, НДФЛ тоже у нас с этим вступление в бюджет. При таких словах НДФЛ сразу начинает брать дрожь. Вот чтобы мы далеко сейчас не уходили, во-первых, у вас есть возможность отправить своих еще совсем молодых детей, внуков, родственников поучиться в финансовой грамотности. Кстати, свой финансист, это же всегда хорошо, да? Когда точно остановят тебя от неправильных решений. Как к вам поступить? Что для этого нужно? К нам поступить достаточно просто. Но сейчас, во-первых, можно через госуслуги поступить, да, подать заявление. А у нас в ноябре будет проводиться в последнее воскресенье ноября, у нас как бы субботу-ноября, день открытых дверей, и последнюю субботу-марта тоже у нас проходит день открытых дверей. У нас на сайте вся информация представлена в разделе «Поступающим». У нас есть лендинговая страница, которая «Фин-Универсвен» называется, тоже там представлена вся информация. Поступают к нам студенты без вступительных экзаменов. У нас конкурс аттестатов. То есть у нас поступают студенты по итогам среднего балла. То есть подаются документы, и во время приемной кампании идет рейтинг. Если студенты поступают выше среднего балла, то есть формируется средний балл, в зависимости от того, какие студенты к нам поступают, с какими аттестатами. Соответственно, 95 бюджетных мест мы в этом году, собственно, предоставили нашим студентам. Девчонки идут в основном? Сейчас очень много ребят. Когда я училась, у нас ребят было, ну, один-два, а сейчас есть группа, где вообще три девочки, одни ребята. И ребята, естественно, уровень немножко образования у них страдает, ну, есть, конечно, тоже хорошее. Но ребят берут на работу лучше, чем девчонок, быстрее. Ну, и уже завершая эту тему, потому что мы видим, начинали мы с мошенников, да, и когда человек разбирается в этом, я все жду, должны быть какие-то такие, ну, компании, которые должны помогать в этом разбираться людям. Но, видимо, они не успевают за мошенников, мошенники же всегда чуть-чуть на шаг вперед идут. Вот какова сегодня зарплата у тех людей, которые будут работать, ну, условные, например, скажем так, достаточные для финансиста, для того же сотрудника банка или бухгалтера, или человека, который работает вот в государственных органах, как вы говорите, в налоговой. То есть это вообще должность достойная, то есть популярная должность некого условного финансиста? Я считаю, что должность достаточно популярная. Вот сейчас, когда у нас был выпуск в июне месяце, достаточно большое количество работодателей обращались именно с просьбой разместить резюме, именно разместить вакансии для наших студентов. Самый минимальный порог заработной платы был от 25 тысяч, максимальный был 70. То есть достаточно большой такой разгон для студентов, которые хотят начать работать. Наших студентов берут в налоговые органы, в органы федерального казначейства, потому что, в общем-то, тоже достаточно большое количество выпускников там работает наших и знают уровень знаний, который мы даем студентам. Потом они становятся белыми воротничками и получают не 70 тысяч, а... Хорошо, получают госслужащие, да, всё хорошо. И коммерческие организации. Вы же при финансовом университете, да, правительство Российской Федерации? То есть там ещё какие-то есть у вас отдельные программы, наверное? Да, вы знаете, в этом году мы являемся региональным оператором по обучению консультантов-методистов финансовой грамотности, потому что финансовый университет вошёл в пятёрку высших образовательных организаций, которые на своей базе создают методические центры, именно обучение финансовой грамотности. Обучаем мы консультантов-методистов за бюджетные, за средства без федерального бюджета. Программа финансовое консультирование включает в себя 80 часов, обучается... Студенты, не студенты, а слушатели обучаются на платформе финансового университета. То есть это и дистант, и жильё? Это онлайн, это онлайн, да. То есть это, в принципе, любой человек может подключиться, да? Приоритетные категории граждан – это работники средств массовой информации, работники многофункциональных центров, работники библиотек и культурных образовательных организаций. Это платно? Бесплатно. Это за счёт средств федерального бюджета. А где искать такие консультации? Мы работаем с региональными органами, мы направляем запросы по всем таким организациям. В этом году мы уже обучили, мы первый год в этом году как колледж участвуем, как региональный оператор. То есть финансовый университет проводит курсы повышения квалификации и обучает консультантов-методистов именно финансовую грамотность, чтобы финансовую грамотность мы несли в массы. Ну, что называется, пошли в народ. Да. Пошли в народ. Да. Ну что ж, мы, конечно, только частично поговорили. Мне кажется, что тема мошенничества – это такой ещё отдельный разговор. Опять же, тут сложно тоже, если мы будем полностью схему рассказывать, то кто-то захочет этим, естественно, воспользоваться. Вот, поэтому мы ещё раз вместе с Татьяной Александровной, нашей гостью, сегодня предупреждаем вас. Любые действия. Телефон – это вообще наш помощник и одновременно очень опасный источник. То есть, прежде чем что-либо делать, обязательно нужно подумать, перезвонить, уточнить и потом принимать решения. Потому что это деньги ваши, заработанные, может быть, непосильным, что называется, трудом. Зачем их кому-то отдавать вот так вот легко? Татьяна Александровна Назина, заместитель директора Звенигородского финансово-экономического колледжа, филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, рассказала нам о том, что финансовая грамотность дорогого стоит. Но есть возможность поступить, есть возможность уже с молодых лет получить финансовую грамоту. Спасибо вам большое. Успехов вам и вашим коллегам. И если что, мы будем не знать, будем к вам обращаться. Обязательно. Что делать с деньгами. Обязательно. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин